При использовании любого гаджета, а камера это безусловно гаджет, есть куча нюансов. Узнаешь о них только если пользуешься устройством долго и активно. Мы на Pocket 4K снимаем где-то чуть меньше года, но только сейчас столкнулись с процессом обновления прошивки. Он тут немного отличается от того, к чему я, например, привык, поэтому сегодня я решил сделать видео об этом. Расскажу вам, как обновлять прошивку на Blackmagic Pocket 4K за одной из других камерах Blackmagic, и что в 4K добавляет самая свежая прошивка 7.3. Сегодня я буду обновлять наш Pocket 4K с версии 6.96 сразу на 7.3. Седьмую версию 7.1 и 7.2 я пропустил, потому что в них ничего нового для Pocket 4K не было, хотя прошивки выходили. Как это так? Дело в том, что Blackmagic выпускает по факту не обновление прошивки под вашу камеру, а новую версию операционной системы, которая стоит во всех их камерах. Притом не факт, что в новой версии будет какое-то существенное обновление именно для вашего железа. Все нововведения в версии 7.0 и дальше в основном касались их новой камеры Урса 12К, там что-то было для 6К, для 4К, ничего. Поэтому эти обновления я пропустил. Более того, пока я готовился снимать это видео, вышла еще одна новая версия 7.3.1. Но там опять же для Pocket 4K ничего нового, поэтому я ее качать не буду и просто поставлю 7.3. Для обновления прошивки нужно скачать с официального сайта почти 1.3 гигабайта. Это приложение Blackmagic Camera Setup. О том, что вышла новая версия прошивки, вы поймете по выходу новой версии этого камера-сетапа. Очень удобно. Кроме обновлятора, в комплекте идут утилиты для Blackmagic RAW. Это плеер, спид-тест, который покажет, как с RAW справится ваш компьютер, и RAW-плагин для премьера. Чтобы обновить камеру, достаточно подключить ее по USB к компьютеру и запустить вот этот камера-сетап. Приложение обнаружит камеру и предложит ее обновить. При обновлении все настройки камеры и все загруженные луты сбросятся. Это печально, и из-за этого лишний раз обновлять камеру я лично смысла не вижу. Обновление 7.3 добавляет в камеру сразу несколько интересных и реально полезных фишек. Что касается удобства съемки, то тут сразу три улучшения. Гистограмма в левом нижнем углу экрана стала намного полезнее. Во-первых, картинка теперь разделена на три канала Red, Green, Blue. Во-вторых, появился индикатор клиппинга. Когда в каком-то из трех каналов кадр уходит в пересвет, то есть информация теряется даже в RAW, загорается индикатор с цветом этого канала. Прям сразу оценил удобство, очень круто. Во-вторых, в режиме ложного цвета появилась подсказка, каким цветом, какой уровень освещенности показан. Если редко пользуешься этим режимом и никак не выучишь где что, то полезно. В-третьих, заметно ярче стал фокус пикинг. Снимая на открытой, в сложных сценах, раньше фокус пикинг было зачастую сложно увидеть. Теперь же, даже в не очень контрастных ситуациях, все видно хорошо. Пишут, что улучшен автофокус, но я не заметил. Это классический контрастный автофокус а-ля древние зеркальные Nikon. А вот с точки зрения выдаваемого камеры результата, тут два изменения. Pocket теперь по умолчанию снимается с цветами пятого поколения. Gen 5 это еще более плоский цветовой профиль, который еще улучшает цвета кожи и делает цвет в целом максимально похожим на большие кинокамеры. Прикиньте, завезли на камеру новый цвет. Правда, если снимаешь в RAW, то ничего нового нет. Gen 5 цвет можно было выбрать в DaVinci раньше. Мы уже давно снимаем с этим профилем. Просто теперь Gen 5 цвета везде по умолчанию. Они сразу показываются на экране во время съемки, зашиваются в прорез файлы, а в RAW вы стоят теперь по умолчанию, когда вы его загружаете в DaVinci. Во-вторых, появилась новая настройка качества съемки в RAW. Раньше настройок постоянного качества было всего две. Максимальная Q0 и минимальная Q5. Теперь же добавилось два промежуточных варианта Q1 и Q3. Мы с удовольствием перешли на Q3. Качество теперь не так сильно срезается, как на Q5, а размер файлов все еще очень приемлемый. Ну и наконец, последние изменения коснулись экрана. Появилась возможность откалибровать экран. Калибровка тут самая базовая, чисто на глаз и нужна в основном для 6K Pro. Там многие жаловались на голубой оттенок экрана. Ну и теперь вот они могут сами его победить подручными средствами. Кроме того, появилась настройка затемнения экрана. Если для мониторинга картинки у вас есть внешний монитор, либо постоянно смотреть в экран просто не надо на этой съемке, можно затемнить его спустя пару минут простоя. Экран огромный и очень яркий, и поэтому если его приглушить, это серьезно сэкономит вам аккумулятор. Чтоб он снова загорелся в полную силу, достаточно один раз по нему тапнуть. В целом обновление очень приятное. Фокус пикинг и поканальный индикатор пересвета, это прям очень круто. Мы всего пару дней камеры пользуемся с новой прошивкой, но я реально постоянно замечаю, что фокус пикинг стал лучше и уже несколько раз пользовался вот этим индикатором пересвета. Так что если у вас Pocket 4K, 6K или 6K Pro, то бегом обновляться. И до встречи в новых видео. Всем пока!